котятки мои всем привет я приехала на стоянку сегодня знаете какой-то сон такой мне тревожный снился про папину машину вообще последнее время вот уже второй сон подряд мне не очень папа хорошо снится вот скоро уже полгода как папы нет сегодня мне тоже так тревожно стало поеду я свежу посмотрю как она и что в общем сон такой был как будто я приехала смотреть папину машину зашла на стоянку а машины нет вот так я давай так я бегаю говорят что стоянку перенесли какое-то другое место и вот я проснулась с таким чувством думаю нет поеду я посмотрю я конечно понимаю что здесь ничего не случится здесь стоянка с видеонаблюдением все но в любом случае вот я уже стою ключами сейчас буду открывать хотя бы минут пять раз уже в машине открою и почему же мне сны такие плохие про папу снятся я ничего не понимаю так закрыла открыл здесь прям аккуратненько надо проваливается все все села запах нашей машины первый сон вообще был страшный вот знаете до этого мне постоянно про папу снились хорошие сны он везде довольны везде улыбается а вот наверно около месяца назад вообще был настолько страшный сон я разбудила своими криками сына я сильно кричала уходи уходи я его напугала и сама от этих криков я проснулась в общем то ну не знаю ну началось все с того во сне что как будто у меня сын они поехали из университета заниматься плаванием в бассейн сына плавать не умеет он как-то никогда не хотел научиться вот сейчас у него есть такое желание и вот они приехали в бассейн знаете там вода такая мутная мутная и кругом очень много народу а я была вместе с ними и я еще про себя думаю ну как один преподаватель за всеми детьми уследит вот ну и как и получилось в общем сын прыгает в этот бассейн и в конечном итоге я его не вижу я понимаю что ребенок у меня утонул я начинаю кричать звать на помощь его вытаскивают он уже захлебнулся но его откачали и дальше как будто мы с ним приходим домой у меня родители еще раньше жили в четырехкомнатной квартире вот там вот такой длинный коридор и мы как будто приходим туда а уже так темно на улице в коридоре света нет в подъезде света нет я дверь открыла и сын говорит мол давай сейчас фонарик включу и он начинает зажигать фонарик как бы светит вот так им вперед в коридор а в конце коридора стоит мой папа и он настолько злой на меня так зло смотрит на женю очень зло смотрит хотя мой папа своих внуков просто боготворил он настолько сильно их любил а сын у меня вообще первый внук он там все готов был ради него сделать я понимаю что почему-то у меня отец очень злой и как будто он с этой злостью на женьку смотрит я прям чувствую вот это вот как сказать сама боюсь и вот это зло переходящая на сына и я начинаю орать на своего папу уходи уходи и в этот момент я собираюсь как бы проснуться я вроде как и понимаю что этот сон но проснуться вообще никак не могу и все и уже просыпаюсь от того что я прямо на всю квартиру кричу уходи у меня уже сын проснуться мама мама я думаю господи боже мой вообще вот к чему это все приснилось я не знаю ну вот сегодня этот сон про машину ну слава богу все в порядке да и ничего здесь и случится не могло но вот после первого сна я очень сильно тогда переживала за сына вообще я так боялась что что-то случится я прям я была вся на нервах и до сих пор я все равно боюсь что не дай бог что-то случится я конечно не думаю о плохом но не знаю вот скоро папе будет полгода и обязательно опять схожу в церковь и закажу 40 уз папе все я успокоилась сейчас хочу зайти в солярий хотя бы минуточек на 5 и потом уже хочу зайти еще фикс прайс как раз посмотрим что там цен это подняли там уже вообще смотрю обзора цены просто дикие поэтому мне нужны там будут исключительно расходники ничего покупать не буду тем более сейчас когда не работающую работу в общем экономия у нас по полной я уже дома представляете зашла в солярий взвешивалась я уже вешу 54 килограмма около 55 вот была у мамы мама меня знаете как сильно ругала она гре доченька ты на себя посмотри я сама понимала что я уже похудела почти на 6 килограммов но это все связано с учебой с переживаниями совсем это не то что я практически да сейчас не ем я бывает могу за два дня выпить литра три воды и ни разу даже не поесть вот поэтому я так сильно похудела кора чего там скребешь открывай туалет иди бывает у нее такое скрести начинает я аж бояться начинаю хотя кошка у нас ходит в туалет в общем зашла fix price потратила тысячу 100 но решила все точно сделаю это общим обзором потому что у меня еще пакет стоит который я давным-давно купила и все никак не могу вам показать я уже кое-чем помаленьку там пользуюсь в общем товар из fix price я все-таки сделаю вам отдельным обзором постараюсь примут уже следующим обзором его сделать это на скребет я ее место заняла до кора эти все обои отодраны если у меня где-то что-то хоть капелька торчит кора обязательно оторвет обои до моей квартире вообще ремонт требуется что но сейчас я уберу пакеты я знаю что это твое место сейчас уберу все не переживай вот у меня там два пакета один из них там это туалетная бумага захотел супчиком игру с чем сварить игры давай со свежей капусты игру ну все давай я уже картошечку почистила лучок морковочка бульон у меня был готовый здесь свиные косточки достала сейчас мяско с них оберу и нужно будет еще нарезать капустки поставил уже сковородочку здесь буду обжаривать лук и морковку щи готовы посмотрите какие они получились наваристые и густые мы вот любим когда супчики и борщики именно густые они жидкие в общем шикардос у нас тут время уже 10 часов вечера и у нас открывается клуб очевидные ручки в общем я уже давно вам показывала что у меня весь линолеум на кухне он еще от строителей это обыкновенный бытовой линолеум который уже просто ни на что не похож и он уже весь под разорвался я уже давным-давно все для купила для того чтобы этот линолеум заделать но руки не доходили в общем мы постоянно ходим запинаемся говорю уже сыну все давай делать иначе когда-нибудь убьюсь на этой кухне из-за этого линолеума конечно единственное что может ему помочь вообще это его поменять но к сожалению такой возможности у меня пока нет поменять поэтому мы решили сыном прямо сейчас его попробовать заклеить хотя я уже на ютубе сколько много всего пересмотрела навряд ли это поможет я уже к соседу за советом обратилась он мне тоже сказал лент кроме скотчем или при замены на новый линолеум тебе уже здесь ничего не поможет но в любом случае мы попробуем покажу в каком у меня состоянии линолеум ну как видите тут уже все порвалось в некоторых местах он еще более-менее держится где-то он здесь еще шов есть здесь вообще все разошлось ну и вот до сюда вот так и в этом месте тоже полностью все разошлось посмотрела я как там что делать и вот говорю сходила купила мне посоветовали взять вот такую двустороннюю ленту с липким слоем на тканевой основе здесь 50 ширина 50 миллиметров и длина 10 метров потом я взяла вот такую холодную сварку она идет прозрачной для всех видов напольных покрытий долго я изучала инструкцию так вот все здесь делается ну вроде как бы это все понятно но и дополнительно нужен будет еще вот такой скотч вообще видела что вот такие вот такой линолеум который уже швы разошлись здесь нужен такой специальный шнур там тоже как-то он нагревается с помощью феном вкладывается сюда и соединяется мне такого шнура нет в общем то сейчас будем пробовать я уже предварительно здесь все помыла пол помыла там написано что еще нужно прогрунтовать грунтовки у меня нет я вот таким средством воспользовалась от миксит это как в антибактерии мульти многофункциональный спрей с антибактериальным эффектом в общем я прошлась по всему шву по всей длине также на бетон все это и вот все подсохло ну и сейчас мы уже начнем делать первым делом сейчас нам нужно этот скотч ты его вот туда прям под самое начало подгони да и туда в длину сильно не раскручивать попробуем приклеить как-нибудь вовнутрь так давай я держу пока первый этап мы сделали наклеили сейчас поплотнее просто это все прижмем и вот верхнюю вот эту часть нужно будет снять маруська ты тоже пришла помогать конечно если делать это одному это крайне неудобно потому что здесь он склеен предлагаю сыну разрезать он горит мама вдруг вообще ничего не получится если сейчас получится то я тогда вот здесь линолеум полностью разрежу так теперь давай снимай вот эту верхнюю желтую пленку отдирай чтобы к ней приклеить линолеум попробуй откуда-нибудь ну вот нашли решение теперь нормально снимается все оторвали вроде так теперь это нужно все прям друг дружки плотно прикладывать ты с той стороны нажимать прям как будто пододвигай сюда поближе плотненько давай будто вперед натягивай так вроде прилипает да ой сейчас что-то мы сделаем я думаю должно получиться дальше на ю тубе я увидела что этот шов нужно прокатать чем-то специальной машинки у нас как бы нет но вот есть скалка и сейчас цену так вот просто прокатает это место где мы скотчем же три его чем у юм и а как ты хотел давай давай работай так вот посильнее и вот в этих же местах особенно здесь делинолеум разорванный после этого нужно взять малярный скотч и проклеить его по всей длине шва на чтобы ровненько но потом сверху опять его уже не катая а теперь нужно вот так вот разрезать до после того как малярный скотч приклеили нужно будет прям вот по шву его просто вот так вот во всю длину разрезать давай ну давай ну а чтобы еще и линолеум здесь не разрезать до конца я что-то влог снимаю а ты влог стиваешь молодец я сейчас походу и там разрежу все ну нет вы на канале же не лапчева мама моя мама елена лапчева да ладно так чё я там уже линолеум а там же линолеум ну и следующим этапом мы берем уже вот эту холодную сварку здесь есть здесь есть вот такой вот колпачок но кстати здесь это тоже надо отрезать пипку так обрезала кончик открываем а дырочку надо сделать и теперь прикручу прикручиваем это все кошка да вообще тут бегает вот теперь это все нужно будет попасть в эту дырочку я здесь же походу или плохо прорезала а нет вообще нормально так вставляем этот кончик между вот этими штуками вы поняли да и ну вы поняли промазываем что не плеем уже не чую все ничего не получается вроде только затем заклеиваю швы сразу же начинают расклеиваться ну так подскочим чего не будут в общем я смотрела на ю тубе есть намного тоньше вот этот вот кончик там прям он идет как иголка вот за счет того что там он как иголка он называется холодная сварка цепа мой может нам и стоит попробовать я не знаю только через шприц будет и проходить как-то накопить денег и купить новый линолеум тоже верно заключительный этап прокатываем шов и там написано что уже через час скотч можно будет снять и вообще по этому месту в течение 8 часов лучше не ходить поэтому мы решили все это сделать на ночь это реально прям упарилась пока с этим линолеум занимались в общем постараюсь я в этот влог посмотрим завтра утром как и что будет я постараюсь в этот влог уже смонтировать это все поэтому сегодня точно этого влога не будет все будет завтра с утра встану и посмотрю что получилось но обязательно покажу вам на сегодня буду уже с вами прощаться клуба чумилых ручек говорит вам до новых встреч на нашем канале всех обняла ваша лена пока пока пока